В Казанском федеральном университете успешно прошел этап первичной аккредитации первого выпуска врачей-лечебников. Аккредитацию медицинских специалистов можно сравнить уже со столь знакомым семьи ЕГЭ. Этот экзамен подтверждает то, что будущий врач или фармацевт получил все те знания, которые пригодятся ему для самостоятельного осуществления медицинской или фармацевтической деятельности. Важная, нужная штука. То есть специальность не приходит непригодной. Более того, главный врач, беря на работу, он совершенно четко видит даже по первичной аккредитации, какого специалиста он берет. Процедура аккредитации включает в себя три этапа оценки будущего медицинского работника. Тестирование, оценка практических навыков в симулированных условиях, решение ситуационных задач. По результатам первого этапа экзамена 44% выпускников лечебного дела КФУ сдали тестовые задания на максимальные 100 баллов. Средний балл среди выпускников составил 96. Та инфраструктура, которая создана за последние 7 лет, то есть вот этот проект создания биомедицинского кластера и нового типа медицинского образования. То есть вот он именно сработал. Если мы говорим о базовых дисциплинах, это преподавание на кафедрах, на фундаментальных кафедрах, то есть если это микробиология, это классическая биологическая микробиология с медицинской микробиологией. Если это генетика, то это генетики, настоящие генетики. То есть а дальше у нас шикарный просто симуляционный центр, который вы знаете посещал и президент, и премьер-министр нашей республики, так сказать, и страны, и республики. Это та наша университетская клиника, которая сейчас уже начинает, скажем так, становиться одной из лучших, и мы ей начинаем гордиться. То есть вот весь этот комплекс мероприятий, то есть кадры, инфраструктура, они как раз и, по-видимому, определили. Вот то качество, которое показали наши выпускники во время аккредитации. Напомним, что с 2016 года правом заниматься лечебно-профилактической работой имеют только выпускники вузов, прошедшие процедуру первичной аккредитации специалиста. Диплом медицинского или фармацевтического вуза – недостаточное условие для начала полноценной медицинской или фармацевтической деятельности. Самое главное, что здесь, когда он получает сертификат, что он аккредитован, он может пойти и работать с врачом. Это первичная аккредитация. Потом есть специализированная аккредитация, то есть когда уже после ординатуры, а у нас сейчас уже мы получили лицензию и на ординатуру на 31 специальности в этом году, набираем уже. Ординаторов по 31 специальности. То есть вот ординаторы будут проходить первичную специализированную аккредитацию. И, наконец, врачи, это потихонечку все внедряется, раз в пять лет тоже будут проходить аккредитацию, подтверждать, что они могут продолжать работать в медицине. Стоит отметить, что процедуру проведения первичной аккредитации студенты проходили в высокотехнологичном аккредитационном центре КФО, аналогов которого нет ни у одного вуза России.